Традиционно открытое первенство Каздюшор номер один по спортивным танцам собрало на паркете спорткомплекса Планета почти три сотни участников. В трех отделениях выступали сольники и пары разного возраста и уровня мастерства. Хозяевам паркета пришлось конкурировать с гостями из других клубов Твери, Конакова, Торжка, Ржева и Москвы. Для массового спорта, где в основном выступают совсем маленькие ребята, танцы больше походили на праздник. А в спорте высших достижений каждый танцор старался задать себе самую высокую планку. Неудивительно, за внешней легкостью, отточенностью движений любой пары стояли изматывающие ежедневные тренировки. На самом деле это очень сложно выступать, тем более категория дети 2-8 танцев. Они танцуют по полторы минуты, 8 танцев подряд. Это очень тяжело и физически для детей. Подготовка нужна для детей. Одними из королей паркета в этот раз стали тверетяне Никита Иванов и Анастасия Маркина. В своей категории они оказались первыми в европейской программе, а в латиноамериканской удостоились серебра. Легче дается румба, а труднее джайв. А почему? Ну, в джайве там много прыжков. В румбе медленный танец. Я считаю, что самое сложное это чачи, потому что там нужно и бедра, и стопы, и руки скоординировать. А самое легкое это, ну, да, тоже румба. Я считаю, что наше выступление зависит от волнения. Если мы будем очень сильно волноваться, то ничего не получится. Нужно побороть тебе в волнение, передать тебе, так сказать, частичку своего позитива и танцевать до конца. Расскажи, трой партнера в танце. Ну, он должен вести партнершу. Любовь должна. Ну. Тренеров Каздюшор номер один порадовали и другие воспитанники, которые завоевали награды разной пробы. Среди лучших в том числе оказались Иван Соколов и Виктория Семенова, а также Аким Барковский и Юлия Кудрявцева. У нас создалась новая пара. Полгода назад это Барковский и Аким, и Кудрявцева и Юля. И на последних соревнованиях международных за четыре соревнования Юля перешла из С-класса в Б. И вот сейчас они набирают постоянно очки и танцуют в одной восьмой финала международных соревнований в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok